С начала марта прошлого года полноценных массовых занятий не проводилось. Полноценных – это значит с разминкой перед ходьбой и заминкой после ходьбы. Обычно занятия занимают не более часа, через день. Это оптимальный режим, но многие его дополняют своим временем. Я с таким удовольствием занимаюсь скандинавской ходьбой. Скандинавская ходьба вообще – это прекрасный вид спорта. Он развивает нас, нас делает моложе. У нас прекрасное настроение. О целебных свойствах скандинавской ходьбы известно хорошо. Но для нее нужны и свои подходящие условия, особенно в городах. В скандинавской ходьбе нельзя ходить вдоль дороги. Вот здесь мы ходим. Мы находим, находим. Находим, конечно. В парк можно пойти. Мы и самостоятельно ходим. Вот на тех площадках мытища, где мы сейчас находимся, здесь прекрасные условия есть. Как ни странно, в новых районах, где отведено место для скверов и аллей, проложены пешеходные дорожки, удобнее всего заниматься скандинавской ходьбой невдалеке от своего дома. Я тоже решил испытать, чем так поднимает настроение скандинавская ходьба, особенно по утрам. Говорят, весь секрет в правильной постановке ступни. И сразу пятку. Вы не понимаете пятку. Вы поставили и опустили ногу. А она вот так должна. Так. Ну, покажи правильно, как идти. Вот. Так, 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 так. А, ну, я же так же иду. Посмотрите. Оп. Во, во. А, вот так. Во. Весь эффект ходьбы вот в этом перекате, да? Конечно, конечно. Тогда можно идти быстро. Я и раньше слышал, что маленькие хитрости скандинава в ходьбе сильно поднимают тонус человека. А теперь и на себе проверил. Вот чем секрет вот скандинавской ходьбы. Ступня на перекат идет. И тогда можно пройти много километров в любом возрасте. В любом возрасте. И не уставать. Можно идти быстро и не уставать. А потом надо сделать вот такую заминку. То есть расслабиться после ходьбы. Сегодня уже можно выходить небольшими группами на аллеи, скверов и парков. А вскоре начнутся полноценные занятия клуба «Активное долголетие». Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый, Мытичинский.